привет друзья этот ран как вы уже догадались из названия речь сегодня пойдет о светильниках до пяти тысяч рублей он на камерных светильниках почему не светильники фонари как это правильно сказали до источники света на камерный светильник на камерный фонарь блин боже как угодно их называйте в общем они делятся на 2 на 2 типа да есть у нас студийные это такие здоровые лопухи как правило не там с отражателями со всякой фигней они предназначены для использования исключительно около розеток около каких-то мощных источников питания рассчитаны на использование какого-либо там фона студии в общем и все такое есть на камерные фонари да вот сегодня мы о них и поговорим почему до пяти тысяч рублей потому что я так понимаю просто судя по тому что спрашивают у меня постоянно подписчики судя по тому что мне пишут судя по отзывам людям все-таки нужно что-то недорогое но как любой мой подписчик да я думаю подписчик любого техна блогера всегда ищет подешевле и по качеству на самом деле из той кучи фонарей которые вам сегодня покажу у нас есть всего один фонарь который стоит 5000 рублей но такие не 5000 рублей он стоит 4000 там что-то 800 с копейками да и этот один фонарь сегодня у нас будет задавать тон всему поскольку я считаю этот фонарь прямым конкурентом всенародно любимого янга там 300 вода вездесущего как бы потому что во первых он дешевле во вторых он легче он меньше у него совершенно нового типа уже светодиоды у него судя по заверениям производителя там какой-то высокий цар ближе к 90 не скажу что 95 плюс но он там где-то близко к 90 да то есть если вы этот фонарь направите кому-то в лицо вы будете получать непосредственно хороший скинтон да и вот по всем по всем по всем параметрам он как бы даже лучше там 300 народного ян вот и вот этот фонарь у нас называется led 396 а с вообще интересно ну по сути дела да по сути дела это китайский но мы какой-то но но нами я вам скажу очень качественно потому что он неплохо сделан он сработан форме такого моноблока у него нет никаких выступающих частей да нет каких-то загогулин нет ни каких-то острых там выступов дал как на янгах ну вот вот как бы он как кусок мыла ты его берешь боимся уронить он такой весь квадратненький как телефон nokia да вот он вот весь такой ладненький у него даже за эту цену есть шторки да вот такие вот шторки ну как бы назвать это флажками да по большому счету шторки должны быть все непосредственно черного цвета почему потому что тупо в каждом фонаре вот это вот шторка это флажок вы все знаете да что такое флажок флажок это когда человек который занимается видеосъемкой или фотосъемкой с помощью таких приспособлений отсекает ненужный свет ну то есть допустим если вы сейчас хотите чтобы мне этот фонарь светил непосредственно только в лицо кстати светит ужас если вы хотите чтобы этот фонарь светил непосредственно мне в лицо и не освещал при этом задних да потому что здесь у нас температура 3 200 сзади у нас светит температура 5 600 то мы пользуемся такими флагами да и начинаем потихонечку с вами отсекать свет что происходит в данном случае вы уже наверное догадываетесь да вот эти блестяшки серебряшки они как бы не дают нам никакого отсечения как бы наоборот они отражают этот цвет от себя и короче лучи переотражаются и начинают гулять вообще по всему пространству которая вам в принципе не нужно освещать да но как бы да но у азиаток которые делают эти фонари у них другое представление о свете поскольку это светодиодный фонарь он всенаправленный то есть он абсолютно всенаправленный вы знаете я все равно вам сегодня буду показывать там пучки там и все такое да что в принципе не имеет никакого смысла производители таким образом пытаются аккумулировать свет если мы сделаем вот такую коробочку за нашим фонарем получается что вот идет маленькие фотончики будут разлетаться отталкиваться от вот этих стеночек и получается что мы просто ну вот получается своего рода такой знаете отражатель фотонный да вот фотонный отражатель он аккумулирует усиливает сигнал и мы вот в коем-то роде да получаем такой более-менее какой-то направленный пучок свет как бороться с этим шторки у этого фонаря естественно несъемные потому что я прошу не забывайте про ценовую категорию лампы да но тем не менее этот фонарь я взял сегодня за референ потому что вот именно этот фонарь я считаю лучше пока что да вот из того что я видел за такую цену ну реально это лучший фонарь и шторки эти можно просто снять и перевернуть то есть они каким-то образом снимается с пластика их можно подковырнуть вот здесь отверточкой и просто взять и завернуть черными сторонами вовнутрь да и мы с вами собственно говоря и получаем как раз таки вот эти нужные всем флажки я не понимаю почему азиаты до сих пор не додумались до этого для меня это непонятно ну сделайте вы блин какие-то клипсы да сделайте вы их переворачиваю то есть если мне нужен какой-то направленный источник цвета который действительно будет светить куда-то вдаль я как бы сделаю вот такой вот фотонный отражатель звучит до херена фотонный фотонный отражатель тут интересно что крутилка на три тысячи двести находится снизу крутилка на 5600 находится сверху и посерединке у нас находится вот такой вот ну сильно невнятный выключать я не знаю почему они сделали такой выключатель я не знаю возможно они специально так сделали потому что они знали но блин пацаны это же дешевый светильник я от вам поставлю дешевый включать я не думаю что им стоило сделать какую-то более-менее какую-то удобоваримую кнопку сюда мне непонятно дело в том что я работал с этим фонарем мы прям я с ним работал он мне во первых очень понравился еще раз но выключатель блин найти в темноте этот выключатель это просто жопа я вам скажу в наше время любой свет работает от мп шик то есть вы все это прекрасно знаете да нпф по моему нпф люка стандартная соневская батарея то есть естественно триста девяносто шесть светодиодов друзья 400 светодиодов считается без двух 400 сведе светодиодов биколорных то есть у нас 200 светодиодов 200 светодиодов 3200 и 200 светодиодов у нас 5600 это просто охрененно я считаю за такие деньги и в какой-то мере да этот светильник можно наверное одевать на камеру он не тяжелый то есть вот если брать его например вот на вес на камеру он вообще практически нифига не весит вот он не этим принципе он мне и запал в душу да я после своих шестисотых янгов это для меня как открытие какое-то было да свет не такой мягкий он не такой вот знаете царистый я бы сказал да скинтон немножко отличается от тех же шестисотых янгов но блин пацаны он стоит в четыре раза дешевле в принципе на пост продакшен если во время съемки вы правильно выставляете температуру блин проблем вообще никаких не будет сэкономите кучу денег сэкономите кучу места он не занимает место почти вообще нифига я отключил сейчас у нас подсветку задника да вы наверно обратили внимание что я пытаюсь сегодня я сегодня не снимаю дома нет вообще я снимаю дома но я вот поставил себе такой вот замечательный черный фон сзади а я сегодня попытаюсь вам еще показать такие ну простые самые простые какие-то световые схемы с той лишь разницей что я не могу сделать сегодня правильную действительно правильную установку через журавль потому что журавль мне пришлось использовать для установки фона и поэтому фонарь у нас будет стоять просто на стойке чего вы собственно говоря сейчас и видите да более острая тень более острые переходы и очень длинная тень у меня под носом как бы ну это такой да винчи ну не совсем да винчи ну и давайте первое включение смотрите фонарь сейчас находится от стенки примерно в метре давайте сейчас включим 5600 то есть это цветовая температура я еще раз напомню здесь 200 светодиодов 3200 200 светодиодов 5600 и поскольку я сейчас свет буду направлять на задник на нашу стену то естественно я буду включать температуру 5600 потому что эта температура подсветки допустим какого-то в тендапа да какого-то персонажа и каких-то вот происходящих действий которые вы снимаете то есть но это такое академическое правило да вот так принято вот ну посмотрим диммер диммер здесь шагом примерно 10 процентов ну как на мой да вот это максимальная яркость этого светильника я выключу сейчас вспомогательный свет который светит мне в лицо да и вы можете посмотреть максимальную яркость в общем метр от стены открыты шторки давайте закрою шторки то есть вот тот эффект о котором говорил да не происходит отсекание свет то есть у нас получается так что допустим это что штурка у нас начинает высвечивать вот непосредственно то направление это шторка соответственно у нас начинает искать туда то есть я в этом вижу даже какие-то плюсы да я использую это непосредственно для вот как мне кажется аккумуляции фотонов и направлению и период но вот тем не менее как бы что есть то есть и девать сейчас попробуем этот фонарь поставить в качестве источника света который направлен будет на мое лицо азади мы будем так вот тем нашим пресловутым 600 имьян. В общем, это было LAD396AC. Запомни юзердейм, все цифры, которые ты видишь в названиях света, они символизируют собой количество светодиодов, установленных в этом фонаре. И если этот фонарь биколорный, как вот этот вот, да, но есть такое понятие, как биколор, есть вот моноколорный, наверное, да, будем так говорить, то есть фонарь, который состоит из светодиодов непосредственно одной какой-то величины. И есть биколорные фонари, то есть производитель непосредственно в фонарях вот такого типа размещает две группы светодиодов, то есть одна группа, допустим, как непосредственно в этом светодиоде, 200 светодиодов у нас светят 3200 температурой и 200, грубо говоря, будем говорить, светодиодов у нас светят температурой 5600. Для чего это нужно? Вот опять-таки для таких же целей, то есть высвечиваем лица мы с вами только 3200, ну от 3200 до 4000 максимум. Подсвечиваем все остальное, какие-то фоны мы с вами непосредственно уже более холодным светом будем так говорить, но на самом деле-то он горячий, да, но мы будем говорить, поскольку картинка, которую мы видим, исходный цвет, вот допустим, свет, который вы сейчас видите за мной, но он холодный, вот так на восприятие, да, но вот тем не менее, как бы что есть, все есть. 4000, 4 с чем-то тысячи рублей, это фонарь в категории до 5000 рублей, один из самых дорогих и поехали дальше.